Книга открытым оком. Тема Христос есть Бог и истинный человек. Вопрос 1202 том 4. Если Бог есть, то почему он не исполняет наши просьбы? Отвечает Игнат Тихонич Лапкин. А почему он должен их исполнять? Он и так дал нам все необходимое для жизни, а далее мы должны решить, как этим распорядиться. Что нам об этом говорит Библия? Послание Иакова 4 глава 3 стих. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Евангелие от Матфея 6 глава 8 стих. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Послание к Римлянам 8 глава 26 стих. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Послание к Римлянам 8 глава 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Евреям. Послание 2 глава 4 стих. При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле. Евангелие от Луки 11 глава 13 стих. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. Второе послание Петра 3.9. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Господь знает, в чем мы имеем нужду прежде нашего прошения. А когда дать это, знает Он лучше нас, и мы должны Ему довериться и благодарить, получим или не получим. Мир утопал во мгле глубокой, в цепях метался и стонал, и лишь вдали звездой далекой отрадный свет во тьме сверкал. Тот свет, надежда искупления, и жадно ожидал народ, когда великий вождь спасения свой светоч над землей зажжет. И Он пришел, Христос Спаситель, Он жил с людьми, Он их учил. И что ж, божественный учитель, людьми слепыми распят был. 1878 год, национ.